Привет, ребята! Новый день! Это точно уже новый блог. Сегодня 28 июня. И, как вы можете догадаться, я не рожаю. Я не знаю, зачем я это говорю во влогах. Это же и так понятно во влогах, что я не рожаю. Но мне приходится это теперь говорить в Телеграм, в сторис, потому что как только меня нет. Типа ночью, знаете, в духе, когда все спят, вот я сплю, и вы все спите. И те, кто, например, уже проснулся пораньше, типа в 7 утра, кажется, Юля рожает. Ну, короче, угар. Мне нравятся эти игрищи, но я своих подписчиков не мучаю. Я сразу, как только могу, выхожу на связь, говорю, я не рожаю. Сегодня у нас какой план? Важные дела. Сейчас мы заедем к моей маме домой. У нас есть ключи от ее дома. Туда просто завезем ключи. Я вам говорила в прошлом влоге, что сделали дубликат. Завезем ключи. Поедем потом смотреть двери в новую квартиру, в нашу. Мы когда с Лилией виделись, я говорю, Лиль, я не знаю, что ты там придумала. Понятно, у нас есть какой-то бюджет, который мы обсуждали, что, ну, типа, знаете, не хотелось бы делать ремонт в квартире по стоимости квартиры, например. Ну, я считаю, что это вообще трэш. Но есть какие-то, знаете, такие хотелочки, которые было бы прикольно. Короче, хочется крутую входную дверь. Вот прям крутую-крутую. Не знаю, посмотрим, есть ли она там в наличии, чтобы мы ее вживую посмотрели. Но то, что, скорее всего, мы все-таки выберем такую дверку модную, вероятность велика. Пока что Лилия выбрала для нас просто межкомнатные крутые двери от хорошей фирмы, куда мы как раз сейчас поедем. Они недалеко находятся от нашего, ну, типа дома, района, можно сказать. Поедем, посмотрим вживую. Пока я не рожаю и, ну, как бы, мы можем уже что-то покупать, заказывать в квартиру. Лучше, конечно, приезжать своими глазками смотреть, потому что, когда появится малыш, ну, понятно, все равно сможем куда-то тоже приезжать и с ребенком смотреть. Просто даже, знаете, чтобы понимать, что к нам приедет. Хочется не то, что, знаете, контроль, вот этот бесконечный контроль, но все равно, блин, поехать посмотреть надо. Вот. Ну, я не сомневаюсь, мне Лилия показывала, как раз, когда мы с ней встретились, в кафешке сидели, она мне показывала, как она ездила на их фабрику, как делают эти двери, показывала, рассказывала, что это очень хорошие двери, что она уже очень много лет работает с этой компанией, и двери именно от этого бренда, от этой компании. Так что, как мы с вами сколько-то влогов назад смотрели радиаторы, которые мы уже оплатили, купили, все, но они к нам позже придут, понятное дело, потому что сейчас какие радиаторы? Нам сейчас радиаторы не надо ставить, просто нужно было их оплатить, типа заказать и знать по поводу размеров туда-сюда, потому что у нас уже идет ремонт полным входом в квартире. Там деточка твоя, да, за их? Такой вот пирожок, едет по делам. Мы проникли в квартиру, сейчас мы положим мистеров ключей, снимем на видео, что мы положили этих ключей, ну, типа, чтобы мама знала, где чего. В общем, едем мы в арт-плей. Ну что ж, мы приехали, сейчас пойдем смотреть, куда нам, чего нам, нам нужно в академию дверей. Быстро нашли парковку, прям сразу же было свободное место, около, я думаю, прям входа, но мы еще тут, правда, не были ни разу. Сейчас посмотрим, но я думаю, что мы приехали по адресу. Еще такая интересная жилетка, у меня как будто горб, но у меня, наверное, и так есть, правда, горб сейчас-то уж. Ну, типа, самка не очень. Видишь, как хорошо приехали? Глянь, тут я понимаю, припарковались. Да, дверь здоровая. Слушай, у компании дверей, конечно, должна быть крутая входа на дверь. Ну да. Какой-то еще, такой в дом надо ставить. Да, тут вообще нормально. Бронирование. Да. Здрасте. Здрасте. В общем, ребят, сначала мы попросили провести такую экскурсию, рассказать про двери, потому что тут есть вот такая дверь. Бочонки, если вы когда смотрели фильм с бункера, то мне говорят, что это хуже. Ну, короче, это вот та самая дверь, про которую я говорила вам в машине. И, ну, конечно, круто, очень круто. Я сейчас вам покажу входную дверь, которая выбрана у нас сейчас. Ну, мы ее еще как бы не заказали, не оплатили. Мы как раз приехали посмотреть, принять какие-то решения. Вот. Пойдем покажу. У нас получается входная дверь вот эта, но внешне она, конечно, у нас не такая выбрана. То есть внешне она более, ну, в дизайне, я думаю, что вы видели уже картинки. Но тут система замка, например, у нас такая выбрана. Только изготовление, понятно, тоже более минималистичное, типа как вот там, такое все плоское. Ну, тут суть именно вот в этой начинке. То есть видите, насколько она такая плотная, мощная. Короче, очень плотная. Вот такая. А по сути это... Все в порядке. Отойди, пожалуйста. Из-за того, что это представленный, как сказать, образец такой. А здесь нам показывают внешнюю сторону. Ну, она может быть любой, понятно, какую вы там захотите сделать. Не такого цвета, например, да, материал. А просто нам показывают на внешней стороне, что здесь можно пальцем, отпечатком открывать. Вот, мы вам сейчас даже поставим видео, как нам тут продемонстрировали этот механизм. Вот. И получается вот эта вся система видеонаблюдения, она находится внутри. То есть ее просто вынесли на этот передний, как его. На внешнюю сторону просто это все вынесли для того, чтобы мы могли вам показать. Ну, не только, но и просто посмотреть. Вот, открыть дверь мы сейчас сами не сможем. И также здесь есть вариант установить обычные механические замки. Можно ставить один, например. Можно два. Вот. Также, помимо того, что здесь есть возможность открывать отпечатком, можно поменять не отпечаток делать, например, а код набирать. Вот я тоже видела с кодом. Но мне кажется, отпечаток прикольный прям. Да? Тебе какой больше нравится? Мне нравится тот, который практичный. Ну, наверное, да, наверное, надо отпечаток, нежели код ставить. Ну, мне кажется, код... Ну, не знаю, я знаю, что ставить с кодом, но есть переживания по этому поводу. Да, да, что его можно... Как будто, знаешь, как вдруг там останется вот этот серый цвет, что часто нажимают, а именно тот же код. Это не придет и взломает отпечаток. Мне кажется, не так, что код взломается. Вот, и понятное дело, что здесь можно вывести одну камеру, то есть если... Не одну, здесь можно до 15, что ли? Нет, даже, по-моему, до 16. Я имею в виду, что нам, допустим, у нас только две камеры, грубо говоря, одна внизу в подъезд, когда люди входят, там, курьер, и одна, вот, когда подходит уже в двери. Ну, то есть, понятное дело, у нас же 16 камер в квартире стоять не будет. Ну, типа, посмотреть, как там с птичьего полета... Да, двух камер вообще, да, за глаза. Я просто имею в виду, что можно сделать не так вот, что 4 грана, а только один большой. Например, внизу кто-то звонит, и у тебя тут внизу. Сюда кто-то звонит, и у тебя показывает, что вот около двери... Ну, тут все интегрируется в телефон. Я так поняла, что дверь открыть с телефона можно, да? Во! У нас, кстати, дом наш, он умный. У нас там тоже все с телефона можно в подъезде, и все. Поэтому я считаю, что нам нужно так одеть. Единственное, это здесь стоит чуть-чуть дороже, той, которую мы выбрали, но, блин... Но это не самая дорогая дверь. Есть дороже. Есть дороже, да. Вы тут попросили, нам показали дверь, которая, короче, в стену уезжает, а когда выезжает, становится так, как будто бы там нет двери. Ну, сейчас следующее видео будет. А ты снимал это? Нет, я сниму. А, ну, попросили, да. Короче, как это, в Гали-Потре-маге нам показывали, она стоит 12 тысяч. Евро. Это стоит 12 тысяч евро. Ну, сколько это? Половину. 600 тысяч? Половину. 600 тысяч за дверь, я знаю, что это просто взрыв мозга, но тут понятно, что, типа, суть-то не просто в двери. А, она еще звукоизоляционная. Нет, ну, слушай. Ну, люди не знают, скажи, что там до 40-50 децибел глушит внешнего шума, то есть не внешнего, а просто шума, то есть не пройдет ничего. Она, короче, она из дома. Да, да. Вот, есть дверь попроще, но и на нее можно установить эту же систему, и эта дверь нам нравится больше, потому что здесь нету... Здесь скрытые петли, вот, посмотрите. Да, тени нет. И, ну, тоже классная дверь. Смотрите, как она. Но здесь она, короче, мне такое тоже больше нравится. Просто у этой, да, вот, какие-то такие вот интересности, ступенчатые, но, по сути, они не повлияют на звукоизоляцию. И здесь вот этот вот порожек, порожек, да, более приятный, а там он тоже более такой. Там ребристый, вот этот вот угол, а здесь он, видите, ровный. Ну, из-за того, что система, я так понял, скрытых петель, вот, что, ну, как бы, надо, чтобы ровно это было. Ну, да. И получается, что... Классная, они, короче, все могут, ну, любой материал сюда поставить, любой, любые размеры, ширина, длина, высота, вообще все, что хотите, короче, все можно организовать, потому что у ребят свое производство. Собственное производство, в Подмосковье нам рассказали, ну, вот, в России тоже, уже более, сколько лет? 30 лет, да. Да, изготавливают двери вообще абсолютно любые, огромный выбор, ассортимент, мы вообще сейчас тоже покажем. И на многие двери могут поставить или стадо, потому что, то есть, получается, их производство дверей, но ставят итальянские, зерки, какие-то, знаете, такие... Короче, нам, на самом деле, очень нравится вот эта дверь, но мы прям уточнили, типа, изменится ли цена, если на вот эту дверь попроще поставить вот эту систему. Ну, сказали, что, ну, может... Ну, да, не особо. Короче, не изменится. Ну, в общем, ребят, если вдруг потом, когда у нас закончится ремонт, вы увидите у нас вот эту дверь, с такой системой, то сделали бы, значит, какой-то сумасшедший выбор. Ну, и на самом деле, это реально круто. Я прям подошла. Я понимаю, что я не хочу сумочки всякие брендовые, я хочу такую дверь. Ты приезжаешь к ним, короче, туда на завод, на производство, смотришь дверь, и через пять дней они тебе эту дверь привозят. Да? Так сказали? Да. Ну, от пяти дней, грубо говоря, там, понятное дело, что какую-то сложную больше будут делать. В общем, в чем дело, мы сейчас придем со своими тоже все посмотрим и покажем. Двери, которые у нас межкомнатные, к сожалению, здесь их нет. Они на заводе только. Ну, короче, здесь они сегодня не представлены. И есть только такой, типа, мини-мориантик. Сейчас покажу. Получается, у нас двери, они под покраску скрытые. Вот такие. Ну, понятно, что, как бы, образец, ну, как бы, не то, что у нас будет, понятное дело. Это просто показывают плотности какие-то. Хотя, я думаю, плотности... Посмотреть на материал. Да, материал посмотреть. То есть, я думаю, что это тоже все выбрать можно. Но эти двери, конечно, намного круче, чем то, что вот у нас сейчас в квартире, например, стоит. То есть, по ней прям чувствуется, что это дверь, а не этот. Хотя у нас тоже вроде неплохие двери, думаю. Вот. Ну и, понятное дело, у нас такие будут тоже скрытые, в потолок. Вот эта дверь тоже классная. А на самом деле, все эти ремонтные дела, это очень интересно, потому что, конечно, двери могут быть, ну, можно сказать, любыми еще что-то. Я думаю, это такой важный элемент, как радиатор. Я понимаю, что вот эта вот вся фишка всей красотищи в дизайнерском ремонте, просто в том, чтобы приховать от своего дома, она заключается вот в таких, хотя я не могу назвать это мелочь, вот просто в деталях. И это круто. Знаете, мы каждый раз, когда со Славой приезжаем посмотреть что-то по ремонту, увидим что-то такое, что мы такие, так, хотелось бы дом прям построить. И радиатор 3 метра, помню? Вот такие вот тоже. Когда мы построим с тобой дом, у нас взяли будут вот такие двери куда-нибудь на террасу. И так это делают. Ну, в общем, выбор просто огроменный. День. Такой тоже красивый, классический. Тоже в дом. Если вы консерватор, можете поставить вот такую дверь. Наверное, можно любой цвет выбрать золотом. Ну, это понятно, это тоже можно сделать покрытие. Ну, ручки, да. Смотри, там выбор вообще большой от разных фирм. Вот также тут можно прийти и выбрать ручки какие-то, посмотреть разные варианты. Какие нравятся. В разных цветах, в стилях. Интересно, в квадратные удобно. Мне кажется, у нас всегда были не квадратные, а закругленные, да? Мне кажется, вот такую ручку ванны куда-то надо. Причем на дачу, типа. Такой сделок, знаешь. Это та самая дверь, при которой мы уволили. Подожди. Да. Ты видишь, что она сейчас сделает? Волшебство, Левки. Нам такую надо. Куда такую надо? Тебе в кабинет надо, чтобы ты закрылся и мы не могли тебя достать. Найти. Найти. Куда же тесто надо? Для бункера, да. Ну, это вообще круто. А прикинь, если еще это все замаскировать под какой-нибудь шкаф книжный. Смекаешь? Ну, это же реально, как фильм. Фильм. Опа. Какой-то странный. Видите, тут можно подойти, посмотреть, разные материалы, из которых изготавливают. Смотри, тут внешнее и внутреннее разные, видишь? Не, ну, это любое можно выбрать. Я думаю, просто как образцы такие. То есть, так-то можно, по сути, с одной стороны сделать дерево, а с другой стороны, там, не знаю, под покраску. Ну, что хочешь вообще. Можно вон стеклышки клеить. Вот такой велиоперник. В общем, на вкус и цвет, как говорится, фантазировать можно и здесь конечно. А вот такая дверь, как тебе, мы ее даже не заметили. Да, не, я заметил. А потом настроишь меня? Я боюсь. Давай, давай, закрывай. Все, я хочу выйти. Я не могу выйти. Крутая она. Огромная такая. Ой. Ой. Ребят, можно даже сделать столик такой тоже под дверь. Какой-нибудь, например, вы выбрали. Межкомнатная дверь прикольная. Можно к ней же и столик такой сделать прямо вот тоже в том же месте получается. Здесь же заказать. Также диваны они еще делают с ума сети. В общем, пока мы любовались на эти классные двери. На эту дорогущую дверь. Что я уже Лиле написала. Лиля, дверь вообще, амулет. С камерами. Короче, мы тут зашли. Внутрь, посмотри, чудака. Мы хотим какой-нибудь бутербродик вкусный найти. Перекусить, потому что голодать беременешка мы не лезем. И сюда, конечно, надо приезжать прям сытым. Мы просто сейчас поедем в Батриум. Мы встретимся там с мамой и Славой. Посидим, покушаем в Стромганав. Мои любимые. Вот. И поэтому, ну типа, сильно плотно сейчас кушать нет смысла. А перекусить что-нибудь быстренько. Вот прям вообще реально. Хоть один бутерброд обычный домашний. Было бы неплохо. Вот. Конечно, тут куча разных магазинов крутых. С мебелью, не мебелью. Декор, стулья. По лестнице поднялись, чтобы найти кафешку. В итоге никакой кафешки нет. Вот видите, там можно какую-то посуду красивую смотреть. Тут много, на самом деле, конечно, разных магазинов, шоурумов. От дешевых до супердорогих. Прикольное такое здесь местечко. Но здесь все с ремонтом. Это прям классное место, как, знаете, бывают... Здесь только ремонт. Ну, да, чё тут? Расскажи, чё тут. Ну, это просто креативное пространство. Раньше здесь был завод, и его переквалифицировали. Здесь куча помещений, которые, ну, может любой снять. Честно, я даже не представляю, что здесь был завод. Вот если вспомнить электрозаводскую, например, там реально понятно, что был завод. А здесь так всё как-то открыто. Не знаю. Вот тут реально хорошо для мастерских каких-то, да, таких вот? Тут уже просто очень много лет переделывалось, что-то реставрировалось. Ребята, всем привет. Новый день. Сегодня 1 июля. И вчера я думала, что буду рожать, но нет. Куда-то всё испарилось. Короче, вчера, вообще прикол, у меня начались схватки регулярные. Ну, не сказать, что прям болезненные, но такие неприятные, с тянущими болями. Ну, типа больнее, чем до этого было. Просто до этого тупо окаменел живот, и всё. А тут прямо что-то началось, но очень лёгкое. Но интервал был такой, типа 5 минут, перерыв, минута схватка, и так долго было. Ну, потом там 4,5-6 минут, то есть вот так вот всё было. Короче, прослеживалась динамика сумасшедшая. И так было на протяжении 2-3 часов, наверное, я не знаю. А я села замерять КТГ, вот это домашнее то, что я делаю. И что вы думаете? Посмотрите, как он выглядел. Это вообще... Я отправила врачу, рассказала ей все свои подробности, что последние 4 дня я постоянно хожу в туалет. И не просто по-маленькому. Ну, короче, организм чистит. И это, типа, один из предвестников. Всякое. Молодима, немолодима. Его стало сильно больше. Что ещё? Снижение аппетита. Но вес у меня вообще просто... Он ещё больше растёт. Я вообще не понимаю, почему это. Короче, написала врачу. Скинула ей схватки своих счётчик. Я записывала в приложении. Скинула ей КТГ. Короче, всё это я ей скинула. И она мне, прикиньте, знаете, что пишет? Типа, замеряй дальше КТГ. Она подумала, что вдруг... Точнее, я так подумала. И она подумала, что реально вдруг... Короче, я замеряла дальше. Всё было чётко. Также динамика. Вот. А потом она сказала, что всё с КТГ ясно. Типа, дальше схватки. Слезли на схватки. А потом они просто сбились. Всё. Обломалась ли я вчера? Ну да, если честно. Я была уже настроена, что, походу, всё это оно. И я поеду рожать. Причём рожу, получается, с 1 июля. Потому что вчера было 30-е. И днём... Ну, ближе к вечеру. Я думаю, что, ну, как раз, может, сегодня. Ну, типа, через сутки в духе. Может, рожу. Но нет. Утром сегодня у меня были тоже болезненные схватки. Но я к ним уже отношусь. Так, знаете, типа, ага. Не верю. Малышка у нас очень такая активная. Ну, как сказать. То есть, я её постоянно ощущаю. Ну, хотя сейчас она, ну, ничего не шевелится. Спит, понятное дело. Но даже когда она спит, просто двигается. Что-то там меняет чуть-чуть позу. Всё равно сильно, ну, хорошо ощущаю её. И сейчас вот сегодня ночью на спине вообще не... Ну, даже не только сегодня. Уже не могу вообще на спине лежать. Очень прям больно. Именно в том плане, что тяжёлый ребёнок очень давит на всё. Так вот, мы сидим в машине, собственно говоря. Слава пошёл за бутером индейкой в Брате Кроваево. Тут какие-то сумасшедшие стройки. И он предложил, чтобы я вообще не выходила. Я подумала, хорошая идея. Сегодня-завтра встретимся с Кариной. Он даже не верится. Мы реально очень долго планируем эту встречу. Почему получается так долго? Потому что из-за того, что я беременна, мы боялись, что она меня заразит. Плюс она была простужена. Она много с кем увиделась. Правда, я просто вижу комментарии и пишу, вот, типа, Карина уже со всеми увиделась, кроме тебя. Ну, типа, с намёком на то, что мы, типа, и не хотим встретиться. Мы хотим встретиться, но просто у Карины было горло. И я её попросила, чтобы пока она не будет уверена, что она выздоровела, что, ну, типа, мы не будем видеться. И это логично. Это нормально. Потому что я не хочу, знаете, рожать там, не знаю, с температурой, не дай бог. Ну, короче, это просто пример, что, ну, как бы, блин, это элементарная обычная безопасность. И если бы я не была беременна, то мне было бы не стремно с ней встретиться, учитывая, что у неё просто там горлышко, типа, першит. Я бы подумала, ну, ладно, пофиг. Конечно, если суждено там простудиться, заболеть, то ты где хочешь заболеешь даже просто дома лёжа. Так что сегодня, ну, первого либо второго, завтра мы встретимся. Ребята, короче, планы резко поменялись, и Слава привёз меня на встречу с Кариной, с которой мы не виделись, блин, полтора года. Капец. Это просто шок. Сейчас произойдёт наша с ней встреча. Я первый раз увижу её сына. И, конечно, это жутко волнительно. А, мы увидимся сейчас. Я её уже вижу. У неё есть оператор, у меня нет оператора. Капец. А ещё она увидит меня беременной. Я её беременной не видела. Так странно. Привет. Ты такая худая. Маленький какой, я даже не снимаю. Малыш. Он ещё хочет кушать. Я хочу с ним знакомиться. Какой маленький. Маленький? Ты знаешь, что тебя там в два раза меньше? Да. Он такой маленький человечек. Привет, малыш. Ты знаешь, что это можно? Можно. Он такой мягенький. Да? Короче, ладно, ребят, мы сейчас на сюсюкаемся и потом вернёмся к вам. Так, ребят, мы уже с Кариной долго сидим, болтаем, жизнь обсуждаем. Уже малышок успел покушать, поспать, снова покушать. Я хоть посмотрела, как это уже... Ой, всё происходит. Такой маленький. Карина мне сделала ещё вот такой подарок. Видите? Она сказала, что это на колясочку прицепляешь, колясочка может вибрировать, и малыш так будет думать, что он в своём животике. Ну, типа, вместо качаний, вот так. Короче, я хотела это рассказать. Я видела тут такой рил смешной, где две подружки договариваются встретиться, пойти погулять с детьми. И они, короче, в течение трёх или четырёх часов пытаются чтобы выйти из дома. Потому что один только поел, другой, ой, уснула моя, и, короче, ой, он обозрался. И, короче, это всё вот так вот затягивается. В итоге другая пишет, что мы всё, мы никуда не пойдём, мы дома останемся. Ты будь готова к тому, что поначалу это вообще... Я помню, я опаздывалась где-то на полтора часа. Ну, реально тяжело выйти. А куда ты так записывалась, чтобы опаздывать? На монитор, типа, или чё? Ну, на монитор я старалась всё-таки на 20 минут опаздывать максимум. А так, ну, типа, в парк договорились пойти с друзьями. И, там, два договорились. А я смотрю, там, ну, надо поесть, поменять. И я ещё поздно начала собирать сумку. И вот тебе уже на час позже вышло. Время очень быстро идёт. Я думаю, что первые полтора месяца точно сильно прям куда-то с кем-то что-то договариваться сложно будет, конечно. Да, можно, только, знаешь, это что-то такое, типа, с условием, что вы опоздаете, либо стараться выходить всё-таки заранее, где-то что-то делать пока. Потому что, ну, реально тяжело. Особенно, вот, это сейчас он ест, ты видела, пять минут. Да, да. А когда он только родился, у меня, вообще, типа, по 30 минут. И... Ну, 30 минут это ещё ничего, да? Или он ещё дольше висел у тебя, наверное? Он и дольше висел. Ну, вот, если говорить про то, сколько ему надо именно поесть, чтобы я была спокойной, это полчаса было. По 15 минут с каждой стороны. Он у нас поэтому такой большой. Большой. Я думала, что он прям вообще пухляш-пухляш, но здесь он такой хорошенький. Все почему так делают? Ну, не знаю почему, просто на видео как будто бы кажется, что он такой пухляш прям. Потому что я снимаю его снизу, у него второй подбородок. Нет, ну, это хорошо, когда малыш, это, как сказать, не худощавенький-то уж. Просто на видео он кажется прям сильно больше. Я думала, он, наверное, вообще его такой малыш. А в итоге я его даже на рычках чуть-чуть подержала. Ну, конечно, сидя, понятно. Да и мне тут особо не это, не расположив. Блин, ну, вот, когда второй ребёнок рождается... Я первый раз, когда была беременна, тоже, типа, детей, ну, не поднимала. Да, старалась. А когда второй будет, я уже, думаю, вообще забью и буду его поднимать. Потому что, ну, а как ты, когда маму невозможно не взять ребёнка, когда он просит? Ну, слушай, всё равно, смотришь, сколько килограмм. Главное, чтобы тебе это тоже не вредило. Ну, да, надо по минимуму. Я Юле говорю, ты готова к тому, что твой ребёнок будет два раза меньше, чем вот это вот? Я не верю вообще. С Настей тоже переписывались, Фед? Она говорит, и такое я никогда не видела. Они такие маленькие рождаются. Но всё равно, мне кажется, когда рождается ребёнок, ты всё равно думаешь о том, что, да, конечно, он маленький, но думаешь, он же был во мне, как? Ну, то есть это всё равно какая-то подмена понятий. Вроде маленький, очень маленький, что даже страшно, а с другой стороны, слишком большой для того, чтобы жить в тебе. Да, 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 это так. Вот, я не знаю, мне интересно всё так же будет. А когда я родила, у меня вообще живот не уменьшился, ни на сантиметр как будто бы. Я вчера видела картинку, ну, постоянно же паблики всякую фигню выставляют, и видела картинку, там кто-то взял твою фотографию, где тебе рожать, типа, на следующий день, и мою, где я только обью о том, что беременна, что типа, какая ты была большая, а я типа не набрала ни фига. Да, и потом кто-то скинул картинку, которую я вчера выставляла, мы фоткали вчера мой живот, и у нас вообще с тобой животы, ну, как будто одинаковые. Да, я смотрю на тебя, мы очень похожи, мы даже столько же набрали, по 20 кг примерно. Да, я уже даже больше набрала, 4 жать шла. 29 я набрала. Не, я больше уже. Я, если честно, не хочу уже даже взвешиваться, я смотрю, мне кажется, у меня каждый день по килограмм прибавляется, я уж не знаю. Но, это отеки, это вообще не страшно, страшно, когда прибавляется жир, вот от него потом тяжело избавиться. А отеки ты родишь, через 3-4 дня тебя не будет. Я для себя, я уже рассказывала, правда, в каком-то блоге, но я для себя сделала такой вывод, что не так страшны цифры, как именно влияет это как-то сильно плохо на твоё здоровье или нет. Ну да. Потому что, если ты набрал столько, что ты до сих пор, ну, как бы нормально ходишь, тебе там, ну, плюс-минус легко, то это одна история. Когда ты набираешь столько, что ты, ну, просто, и как бы всё болит, и дышать, там, не дышать, и что там, я не знаю. Ну, как бы разные же истории есть, поэтому, да. Ну, каждый организм индивидуальный. Да. Ну, я Юле сказала, что вы достаточно миниатюрные, особенно в чёрном. А, я поэтому и хожу в чёрном стоянно. Так что сидим тут, давай, смотрим. Я думаю, очень аккуратный. Но нос он прям, мне кажется, одного размера вообще. Мне тоже так кажется. Ну, по крайней мере, пофотки я даже могу найти. Девчатки дали. Я потрогала живот. Да. Послушала шевеление рукой своей. Угу. Вспомнила, как это было. У тебя не дано было по всем словам. Как будто вчера, девчонки. Честно. Вообще. Такой большой уже. Да. Он уже умеет на животик переворачиваться. Ну, детки очень быстро растут. Я в шоке. Давай ручку сам. А как с собачками? Не интересно ему пока, наверное, собачки? Не интересно. На даче когда были, я особо, если честно, вот, я не знаю, почему я, когда у меня он появился, я к собачкам немножко охладела. Во-первых, потому что они не мои, наверное. Ну да. А, во-вторых, потому что я вот не видела. Ну, как это мне все пишут? Типа, сейчас родится ребенок, на ли вы вообще забьете? Ну, у тебя так не будет. Ну, мне кажется, это как это вообще можно? Она же тоже такой малыш. Да. Она тоже так сделает. Ну, я старалась, чтобы прям они не сильно контактировали. Макс с ним нюхать. Они еще такие активненькие у вас, наверное, да? Хотели сразу это лицо ему тянуть. У нас просто их вообще не такая. Не тянешься поцеловать ее, она вот так вот голову забирает. Мне очень понравилось лапки маленькие трогать, чувствовать маленькие пальчики. Я постоянно думала, у меня, наверное, животики там тоже такие, пяточки. Ну, понятно, маленькие, поменьше. Ты знаешь, что они немного деформированные, когда ты рожаешь? Сключенники? Они вот такие, потому что они же там внутри все сжаты, и поэтому у него сейчас очень изменилась ступня. Она была супер какая-то, как будто у черепашки, знаешь, такая. А сейчас она уже нормальная. И голова была сплюснутая такая. Она буквально за несколько часов становится другой, а потом через месяц-полтора, наверное, ты будешь трогать голову своей дочке и не узнавать. Я в неделю привыкала. Она вот так вот, как будто за ночь стала абсолютно другой. Она сейчас твердая, а когда она рождается, она прям мяло. Родничок у него до сих пор есть. Но у тебя, когда внутренничок, вот тут потрогай. Сейчас я нащупаю. Вот. Нет, вот, вот, вот тут. Готовы? Да. Ну, то, что у тебя будет готовся, там просто дырка. И когда он дышит, кожа будет вот так подниматься и опускаться. Сейчас у нас уже такого нет. У него все везли. Так любопытно на малыша смотреть, конечно. Для меня это так и не знаю вообще. Взять, пожалуйста. Ага. Они же вначале вообще не концентрируют внимание, да? Просто куда-то втыкают. Или даже не втыкают. Ну, они, они же вообще плохо видят. Вообще почти ничего не видят. Я смотрю с картинки, когда типа, как мы видим малыша, типа родители такие стоят, типа суси-пуси, и ребенок видит просто какого-то страшного. Да, демента. Да, да, да. Это правда так. Поэтому мне больше всего хотелось, чтобы он наконец начал нас видеть. Ну да, конечно. Так, смотрите, улыбается. Он сейчас за ручкой следит, если вот так делать. Вот так вот. Мы сидели на диване, Карина включила телевизор, и он прям повернулся, ну то есть прям интересующийся такой. Любопытец. Купила ножницы, чтобы стричь? Да, у меня целый день разных есть. Я уже не знаю, что у нас. У нас с тобой, кто, как думаешь, больше купил всего? Ну блин, у тебя еще на дачу, поэтому, наверное, побольше будет. Ну на даче у нас еще... Не, ну у нас точно больше. У нас две коляски, блин. Три кровати. Возьми нет. Господи, нам еще люлечку удалось прислать в подарок деревянный. Куда-то для красивых фотографий. Красивые, да. Ну не знаю, когда пришли, но у нас, конечно, побольше. Ну слушай, вы же так и планировали, что вы же приедете, что закупаться. А мы закупились до года, блин. Мне кажется, вообще. Ну да. А что, на самом деле, только с первым ребенком только большие траты. Потом уже я никакую одежду не планирую выкидывать. Все будет от первого ребенка. Да, куплю розовое, если будет девочка. Если не будет, то вообще ничего не буду закупать. Но все в отличном качестве. Уэйчика классные. Да. Не знаешь, никаких катышков после стира. Ничего. А как ты стираешь? Все в одно? Да. Или сильно разделяешь? Вообще не выделяю. Я один раз постирала, и что-то у меня окрасилось. Правильно? Да. Но у меня окрасилось какая-то бежевая, две бежевые штучки окрасились как будто бы даже не от одежды, а от какой-то как будто кожаной нашивки на конвертике каком-то. Ну короче, не знаю, но я вообще испугалась. Думаю, блин, мы еще даже не раз не поносили, знаешь, все испортить. С другой стороны. Ну ничего, нормально все. Говорят, что я вот слышала, когда, ну это уже потом, когда они типа вырастают, начинают есть там клубники всякие и так далее. Лучше всего, чтобы белая была одежда. Чтобы с отбеливателем. Ага, отбеливатель все типа отбеливает. А что касается цветных, там он ничего не отбеливает. Ну да. А так я никогда не разделяю. Я же, ты знаешь, митяйка в этом плане. Мне лишь бы постирать от оружия, если я еще буду разделять по цветам. Я вот, не, я что-то разделяла, но у нас в основном все бежевое, поэтому там разделять много не пришлось. Но вот я то, что все гладила, гладила, потом скрючивала все это, убирала и в итоге достаю, оно все мятое, как будто я даже вообще не то что гладила, а еще хуже делала. Ну да, я поэтому не глажу. Я гладила только в первый раз и тот только в самый первый размер. А потом я такая... Но если вот это не гладила, то и выглядит, ну, влажным. Нет ощущения, что как это достают какую-то. Поэтому может и... Может можно и спокойнее стать это какими всем. Ну да. Потом реально не особо дает его, конечно. Идем, и сладкий. Такой интересный. Получает мир. Прикольный такой. Спасибо. Сказала. Ну да, со своим все равно. Ну, хотя вот мы сейчас болтали, что с чужими страшнее. А мне наоборот спокойнее с твоим. Он же твой. А я так войду, посюзюкаю и уйду. Да, но ты же не можешь там его, например, пойти подмыть. В этом плане... Ну... Так в этом и кайф. Я не волнуюсь. Значит, ты можешь быть своего ребенка. Да. Он от чужого... Путь здорово. Алло. Не, ну понятно, конечно, своего ребенка. Ты же знаешь все. Я даже чужих там животных никогда не трогаю. Там, ну, знаешь, на ручки, не на ручки. Что бы то. Скоро зубки пойдут. Ну, классно. Интересно, как вы переживаете этот момент, период? Он у нас сильный мальчик. Я думаю, он справится. Ну да. Помнишь, я тебе говорила, в молнии прикольно, но вот эта вот лишняя, вечная штука, она в молнии есть, а в клепках нету. Поэтому прикольно. И еще вот это... Можно, наверное, ее еще носить и носить может. Это да, это размер уже более большой. Семьдесят четвертый я поменяла вчера. О, ничего себе. Ну да, семьдесят четвертый. Ну и видно, что он, ну как, еще есть куда расти. Да. Он изучает мою полночку. Где моя полночка? Я уже с ним так, так его... Ты знаешь, не боюсь вообще ничего. Могу массаж животика сделать. Да. Да и что, боятся. Там были тоже такие... Не креветки, но совсем. Хотя мне все равно страшно. Ничего. Я как на курсе просто... Карина же мне сказала купить курсы, которые я тоже, кстати, смотрю. Всем советую. И там на курсе говорят, что типа вот обычно родители боятся, а они так вот... Типа ребенок этого не нужен. Ему это не в кайф. Ребенку, чтобы в кайф, чтобы он ощутил тебя, надо прямо так вот привет. Прям, ну как бы, понажать. Ну понятно, я не буду сейчас так нажимать на животик. Можешь... Вот смотри, я там... Глубокие. Прикричневые. Да. Чтобы он чувствовал. Ему прям нравится. Нюхай из твоего рта запах и балдию. Он родился, я его снимала. Там рассказывала про то, как он газоотводные трубочки. Вот эти все... Кружочки ты имеешь ввиду? Нет, на ютубе. А потом я такая, типа, смотрю историю Маши, как дела, и она говорит то, что типа... Что же она там сказала? Ее спросили, будете ли вы делать абза мне? Она сказала, вы что думаете, я вам сейчас расскажу? Еще, может быть, вам про какашки рассказать? Я такая, блин, я сейчас делюсь на огромную аудиторию, как он сходил в туалет. Типа, как он там это... А потом он вырастет. И мне так стыдно стало, что я всякие вот эти вот его... грязные делишки выкладываю. А потом я подумала, блин, он же маленький. Нет, только что он совсем маленький. Знаешь, я помню какой-то период, когда Оксана Самойлова что-то говорила, что особо не хочет дочь свою старшую показывать, что ли, или выставлять что-то про нее. То есть, понятно, не рассказывать, потому что она уже взрослая, она ходит в школу. И понятно, что ее мама еще и популярная, за ней все следят. И могут сказать, там, Ариэла, мы знаем, что ты там делала дома, что ты как-то в туалет ходила. Ну понятно, что... Но я думаю, что когда маленький, ничего. Но я спокойно отношусь, я же тоже у себя какие-то, мне кажется, довольно-таки интимные подробности бывают, рассказываю. Ну да. А ты думаешь? Ну да. Ну, мне кажется, это помогает многим людям, потому что... Вот я рассказывала недавно, правда, это у меня еще не вышло, что на момент, когда я заболела, у меня, типа, прекратилось какое-то молозиво. У меня не было месяц, практически, вот таких штучек. И я немножко испугалась. Ну, про молоко это не так, как будто... Ну знаешь, когда со мной это начало первый раз происходить, все, для меня это было такое, типа... Чего? Ну то есть непривычно? Ну не знаю. Что естественно, то не безобразно. И то же самое, что вот я рассказывала буквально вчера-позавчера, что организм чистится, девочки. Так, знаешь, все как бы поняли, о чем идет речь. Ну а что? Да. Когда твой организм чистится, я это просто обожаю. Все же он такой маленький. Не говори так. Почему? Потому что... Ты большой. Ты большой. Когда ты свою рядом поставишь, он будет для тебя гигантом. Нет, это понятно. Но я имею в виду, что просто вот даже... Я когда на видео смотрела, мне казалось, он такой вообще большой, уже малыш, такой прям человек-человек. А ты все маленький человечек, да? Да? Ты еще маленький? Ты все маленький, да? Хорошенький такой. Тогда уже не терпится. Куколка. Может, ты моя куколка сегодня захочет уйти? Я рассказывала тоже на свой блог, что мне сон приснился силой. И вам расскажу, что он сегодня приснился, что она родила. А она не родила. Да. Хотя сегодня спала до трех, и там уже все тревоги поедут. Уже паст по человеку летают, реально. Посмотрим, как подарок наш используется. Очень хорошо используется. И мне здесь очень нравится. Как раз тот самый возраст, когда это вообще на ура заходит. Вот. И можно катать. Ура! Тут миллиард функций и миллиард этих. Например, в парк, если сделаешь, то она не будет ходить. Угу. А если обратно сделаешь, то будет ходить. Можно опустить. Угу. И будет качелька. Потому что, чтобы сделать качельку, нужно вот здесь сделать. Я ей даже забралась. Ух ты. Какое чудо. Я только хотела, Монтик, посмотреть, как ты качаешься. Ха-ха-ха. Карине нужна была эта штука для других целей. Но я хотела, смотри, как ты качаешься. Судачик. Присаживайтесь. Я сейчас припаркиваю его. Ты миленький какой. И качаться можно. Интересно, а ему нравится такое? Ну, комфортно в нем сидит. Вообще не плачет. Только плачет и здесь, если он хочет кушать. Значит, ему вообще кайфово. Мне такой подарок очень нравится. Карина мне все рассказала. Так что сегодня ночью я поеду уже. И теперь она знает, как вставлять газотлодную трубочку. Да. Но Карина мне не показывала прям как, ну, понятно, вставляет. Она мне как бы наглядно. Ты рассказывала у себя в блоге, как тебе вкусная точка? Не помню, но я ела уже два раза и по вкусу вкусно. Чудно. Четыре показала? А они одну не положили? Да, ребят, вкусная точка не должна быть. Реально? Да, прям прям не ела. Своё клетчика. Ты туда переела. А это бывает, когда они переедают или после еды ты их сразу берешь и начинаешь с ними на качели качаться. У меня кто-то видел один раз тоже на этой тресле качалке, я её качала. И она... Я помню. Короче, у нас сейчас будет пир на весь мир. Там очень маленький пузырёк, кстати. Интересно, а ему вкусно в твоём молочке ощущать? Да. И вообще, как они... Вкус же какой-то должен присутствовать? Ну, наверное, просто типа как курица или... Вкуса у него нет, я пробовала своё молоко. Я тоже планирую. Ну, мне страшно. Ну, это не очень вкусно. Я взросла. Каждая мама кормящая точно хоть раз допробовала. Ну, как мне попробовать, блин? Не каждая, но... Кому-то прямо противно. Ну, мне тоже от одной мысли немножко противно. Но я понимаю, что я тоже попробую. Наверное, да. А чё? Надо. Надо. Я же хочу знать. Ну, типа живём один раз. Камон. Конечно. Ну, наверное, ты как корова делаешь молоко своё. Угу. Значит, коровья можем пить, а своё нет. Бред же, по факту. Ну. И точно уверена, что многие девчонки пробовали. Напишите в комментариях, кто пробовал, а кто всё-таки не решился. Ребята, этот влог хочу закончить вот такой красотой и милотой. Такой вот подарочек нам сделали. Просто обалденный. Здесь внутри есть матрасик, есть кокон. Тут, получается, сейчас у нас кокон лежит. И вот внизу матрасик. То есть, понятно, что ниже должно быть. Такое вот чудо. Это я уже сегодня нацепила. Посмотрите, как это выглядит. Очень классная вот эта вот, ну, простынка так-то, ну, как наволочка получается, как на подушечку. Короче, милота просто нереальная. Сейчас я это всё, ну, не всё, а то, что вот наволочки все вот эти простыночки закину в стирку. Завтра у нас приём у врача. И, возможно, я останусь там рожать. Узнаете в следующих семьях. Да не, вряд ли. Ну, не знаю. Ну, я надеюсь, если честно, но вряд ли. Вот. Ещё вот такой вот одеяльце-пледик. Ох, ну, какое чудо. Причём так идеально к нам подходит, вы посмотрите. Вот это дерево идентично. Идентично. И то, что белое такое, плетёное. Красота. И вот ещё такой бежевый. Так что сейчас я эту в стирочку. Возможно, это мой последний влог до влога с родов. Вот. Не знаю. Волнительно. Даже не знаю, что сказать в этом видео. Напоследок. Хочу рожать. Уже готова. Сумки на готове. Мы их завтрак, кстати, с собой возьмём на всякий случай. Ну, мало ли что. Кто знает. Всем спасибо. Встретимся в следующем видео. Не знаю, в каком составе. Встретимся в следующем видео. Пока.